Тема сегодняшнего вебинара – «Логические задачи на ЕГЭ по математике базового уровня». Проведет вебинар Елена Михайловна Фридман, специалист отдела математики и автор пособий нашего издательства. Материалы сегодняшней встречи, а это презентация и видеозапись, будут размещены сегодня на нашем сайте по завершении вебинара. Сертификаты участника в электронном виде отправляются автоматически по завершении вебинара на вашу электронную почту. Обратите внимание, что рассылка может длиться в течение суток. Уважаемые коллеги, если у вас будут возникать вопросы к лектору, пожалуйста, адресуйте их в чат. А я желаю всем успешной работы и приглашаю присоединиться к нам сейчас нашего лектора Елены Михайловны. Пожалуйста, мы вас ждем. Все хорошо, видно и слышно. Пожалуйста, начинайте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада вас приветствовать. Пока нас много, надеюсь, не увидят. Сегодня тема сегодняшнего занятия задания 18-20 логические задачи базового уровня ЕГЭ. И мы с вами начинаем. На первом слайде я хотела вас познакомить или напомнить, те, кто знают. Это книги этого года, с помощью которых вы можете готовить своих учащихся к сдаче базового уровня ЕГЭ. Но тут и профильная есть книжка. Вот посмотрите на нее, вы понатрите. Есть карманный справочник. Ну и книги вы знаете наши. Пожалуйста, на последнем слайде будет написано. Но я сейчас предваряю это. Скажу, что до 8 ноября все вы можете приобрести наши книги со скидкой 30% по коду логические задачи. Ну вот. А теперь начинаем, собственно, работу. Первая задача. Эта задача начнем с 18-й, потом 19-й, потом 20-й. В таком плане мы будем работать. Ну и я постаралась подобрать задачи разные, чтобы не аналогичные. Итак, первая задача. Задача не сложная, естественно. И такая. В пекарню заказали с доставкой 3 различных сладких пирога. С яблоками, вишней и абрикосами. Сказано, какой пирог дешевле какого. Вот. Пирог с вишней дешевле пирога с абрикосами на 20 рублей. Но дороже пирога с яблоками на 15 рублей. И нам нужно выбрать утверждение, стандартное задание 18-е, из 4-х выбрать те, которые являются верными при указанных условиях. В ответе, задача полностью здесь сформулирована, но для нас с вами на нашем вебинаре это не принципиально. В ответе просят указать номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Чтобы нам было удобно работать, я переписала условия на следующем слайде. Вот оно сверху, это условие. Оно у вас перед глазами. Давайте посмотрим. Это просто повтор, вот условие, собственно. И теперь ввела буковки такие. Я – это стоимость яблочного пирога. В – это стоимость вишневого пирога. И А – это стоимость пирога с абрикосами в рублях. Ну и, конечно, наглядность – это наше все. Поэтому, если есть возможность что-то изобразить каким-то образом, я это стараюсь сделать. Это позволит избежать многих ошибок. Итак, вот у нас расположились точки. Точки – это стоимость пирогов соответствующих. Ну а 15 и 20 – это на всякий случай, в общем-то, это здесь не принципиально совершенно. Это разница в стоимости пирогов. Итак, читаем. Первое задание. Первый вопрос, на который мы отвечаем верно, следует это условие задачи или неверно. Утверждение следует или не следует. Ну, смотрим. Пирог с вишней дешевле пирога с яблоками. Мы с пятого или даже с более раннего класса знаем, что такое числовая ось. Мы знаем, что чем правее точка расположена, тем значение больше числа, которые эта точка представляет. Поэтому понятно, что раз V лежит правее, значит, стоимость пирога с яблоками дешевле. Стоимость пирога с абрикосами дороже, чем пирога с вишней. И вот мы читаем. Пирог с вишней дешевле пирога с яблоками. Ну, это очевидно не так, потому что пирог с вишней дороже пирога с яблоками на 15 рублей. Второе читаем предложение. Среди указанных пирогов не найдется двух одинаковой стоимости. Ну, это так, потому что тут сказано разница, дана разность в рублях стоимости, поэтому понятно, что это верно. Теперь любой пирог, помимо указанных, который дешевле пирога с вишней, также дешевле пирога с яблоками. Давайте посмотрим. Разве это правильно? Нет, конечно. Почему? Потому что если этот пирог, стоимость пирога левее точки я, то понятно, дешевле, но он может быть дешевле пирога с вишней, но дороже пирога с яблоками. Поэтому это неверное утверждение. Ну, и для того, чтобы не тратить больше места, вы видите, я зачеркиваю красные, перечеркиваю красные циферки. Это те номера, которые не следуют, да, утверждения их не следуют из условий, указанных в условии задачи. Ну, и понятно, четвертое задание, четвертое утверждение. Любой пирог, помимо указанных, который дешевле пирога с яблоками, также дешевле пирога с вишней. Это верное утверждение, вы видите, потому что пирог с яблоками самый дешевый, и значит, он дешевле пирога с вишней. Вот, собственно, первое задание. Переходим ко второму заданию. Ну, это задача про змей. Давайте посмотрим. В террариуме находятся четыре змеи. Ну, и название змей полос длиннее медянки, сказано. А уж короче гадюки и короче медянки. И снова надо выбрать верные утверждения, которые следуют из данных задач. Опять же, я на следующем слайде переписываю условия. Вот условия. В террариуме находятся четыре змеи. Полос длиннее медянки, а уж короче гадюки и короче медянки. Теперь давайте посмотрим снова. Теперь уже не в деньгах, а в длине. Длина здесь меня не интересует, потому что в условии не сказано. Метры это сантиметры, это безразлично. Поэтому условная длина в одной и той же мере, в одних и тех же единиц. Итак, поскольку нас интересует длиннее короче, то опять располагаем на первой оси. Располагаем полос длиннее медянки, то есть полос правее точка, чем медянка. А уж короче гадюки и короче медянки. Уж короче и медянки и полоза. То есть уж короче гадюки и короче медянки. Вот я расположила ужа. Значит, прошу прощения, значит, я немножко с условием. Сейчас полос длиннее медянки, а уж короче медянки и короче гадюки. Вот здесь вот я не... смотрите, на второй оси нам не сказано, что уж... Где гадюка, да? Вот посмотрите, про гадюку. Уж короче гадюки и короче медянки. А про гадюку я похоже, что... Сейчас вернусь на предыдущий слайд. Одну секундочку. Нет, не получается. Так. У меня не получается. Ларис, как мне вернуться на предыдущие слайды? Лариса. Елена Михайловна, можно управлять переходом слайдов кнопками на клавиатуре указатель влево или вправо. Посмотрите, есть кнопочки, где указатель вправо или треугольничек влево. Вот имя управлять. Вперед, треугольник вправо, назад, треугольничек влево. Смотрит. Угу, спасибо. Итак, про гадюку не сказано. Смотрите, про гадюку ничего не сказано, кроме того, что уж короче гадюки. Про гадюку ничего не сказано, кроме того, что уж короче гадюки. Поэтому я нарисовала вторую линию, вторую ось, и положение длины гадюки может быть разным. Она может двигаться, да, длина этой гадюки, лишь бы правее ужа была. Поэтому теперь мы можем сделать выводы. Я прошу прощения за сбой такой. Итак, гадюка короче у ужа, это, конечно, неверное утверждение. У ужа самая маленькая длина, это самая левая точка, мы видим. Полос равен по длине ужу, это не так. И полос длиннее ужа, это верно. То есть второе и четвертое утверждения, посмотрите, пожалуйста, они верны. Еще раз извините за сбой. Следующая задача. Среди учеников девятого Б-класса есть те, кто пишет стихи. И есть те, кто снимает видеоролики. А также есть те, кто и стихи не пишет, и видеоролики не снимает. Некоторые из тех учеников девятого Б-класса, которые пишут стихи, снимают видеоролики. Выберите утверждение. Ну, а далее опять то же самое. Все, поэтому я перехожу к следующему слайду. И здесь то же самое условие. Давайте посмотрим. Среди учеников девятого Б-класса, я беру круг самый большой, это ученики девятого Б-класса. Среди них есть те, кто пишет стихи. Вот этот вот кружочек, который внутри находится, и там написаны слова, ученики пишут стихи. Это как раз те, кто пишут стихи. И есть те, кто снимают видеоролики. А вот этот кружочек, это ученики, которые снимают видеоролики. Поскольку есть ученики, которые не пишут стихи и не снимают видеоролики, то эти два круга не полностью заполняют круг большой всех учащихся девятого Б-класса. Ну и сказано, что некоторые из тех учеников, которые пишут стихи, еще и снимают видеоролики. То есть пересечение этих двух кружочков не пусто. И после того, как мы вот таким образом изобразили условия задачи, понятно, что дальше уже все будет просто. Приступаем к решению этой задачи. Значит, первый шаг. Мы изобразили условие, осмыслили его. И второй шаг. Выбираем нужное нам утверждение, которое следует из условия задачи. Все ученики девятого Б-класса снимают видеоролики. Но мы смотрим, что нет, это не так, потому что не все ученики, да, есть учащиеся, вот они, в белой области этого большого круга, которые не пишут стихи, то есть не снимают видеоролики. Первое, неверно. Второе. Среди учеников девятого Б-класса нет утверждается тех, кто не пишет стихи и не снимает видеоролики. Это не так. Это не так, потому что есть такие. Ну вот я по пути пытаюсь читать чаты и вижу, что вы тоже относитесь к тем людям, которые графический способ решения считают нужным привлекать, потому что наглядность – это один из принципов дидактики, и мы его, конечно, всегда держим в голове. И хотя бы один из учеников девятого Б-класса пишет стихи. Но об этом есть в условии задачи. У нас есть люди, которые пишут стихи, поэтому хотя бы один точно пишут. Хотя бы один из учеников девятого Б-класса и пишет стихи и снимает видеоролики. Из общей части кругов этих мы видим, что это не пустое множество, значит, такой ученик хотя бы один есть. Итак, ответ 3 и 4. Двигаемся дальше. Так, у меня что-то застряло. Ага, все. Следующая задача. Среди тех, кто зарегистрирован на сайте Госуслуг, есть владельцы автомобилей из Севастополя. Среди владельцев автомобилей из Севастополя есть те, кто ездил в Сочи. Выберите утверждения, которые верны при приведенном условии. Ну и опять все то же самое, поэтому двигаемся дальше. Читаем условия. Среди тех, кто зарегистрирован на сайте Госуслуг, значит, вот большой круг, это те, кто зарегистрированы на сайте Госуслуг. Есть владельцы автомобилей из Севастополя. Ну вот желтенький кружок, это владельцы автомобилей из Севастополя. А среди владельцев автомобилей из Севастополя есть те, кто ездил в Сочи. Ну вот этот зелененький прямоугольничек, это те из них, из автомобилистов, да, из Севастополя, которые ездили в Сочи. Отвечаем на вопросы. Среди владельцев автомобилей есть те, кто зарегистрирован на сайте Госуслуг. Ну понятно, владельцы автомобилей, конечно, тут написано, что среди тех, кто зарегистрирован, зарегистрирован, есть владельцы автомобилей. Значит, есть владельцы автомобилей, которые зарегистрированы на сайте Госуслуг. Теперь следующее утверждение. Все владельцы автомобилей из Севастополя зарегистрированы на сайте Госуслуг и ездили в Сочи. Но нам ничего не говорится в условии задачи о всех владельцах автомобилей. Нам говорят, что есть владельцы автомобилей. Есть, это не все, это некоторые. Поэтому это неверное утверждение. Следующее утверждение. Если владелец автомобиля из Севастополя зарегистрирован на сайте госуслуг, то он ездил в Сочи. И это не так. Почему? Потому что не все зарегистрированные из Севастополя автомобилисты или владельцы автомобиля ездили в Сочи. Среди тех, кто зарегистрирован автомобилистов из Севастополя, есть такие, которые ездили в Сочи, но не утверждается, что все они ездили. Поэтому ответ 1 и 4. Вот мы это и утверждаем. Следующая задача, к сожалению, ее уже графически никак не продемонстрировать. Во всяком случае, я не стала рисовать ничего. Когда какая-нибудь из подружек Ксении приходит в гости, Ксения обязательно играет с ней в шахматы. Выберите утверждение, которое следует из приведенных данных. Ну, давайте посмотрим. Если Ксения не играет в шахматы, значит, к ней в гости пришла подружка. Я прочитаю и первое, и второе утверждение сразу, пока не буду отвечать. Если Ксения не играет в шахматы, значит, у нее в гостях нет подружки. Давайте их сравним просто, пока даже не проанализируем, а просто сравним. Если Ксения не играет в шахматы и здесь, и здесь, одно и то же, да? Просто одни и те же буковки даже, зрительно одинаково. А выводы, к ней в гости пришла подружка, у нее в гостях нет подружки. А выводы противоположные. Значит, мы сразу видим, что одно из этих утверждений верное, а другое нет. Это сразу понятно. Теперь будем обсуждать, какое из них верное, какое неверное. Но это уже второй вопрос. Итак, снова я написала условия, но вы видите, что это всегда делаю, чтобы удобно вам было, чтобы не листать, не писать, а чтобы сразу все перед глазами было. Итак, если Ксения не играет в шахматы, значит, к ней в гости пришла подружка. Ну, это понятно, не так, да? Потому что если какая-то из подружек или когда она приходит в гости, то она обязательно играет с ней в шахматы, Ксения. А раз не играет в шахматы, значит, это не так. Значит, второе утверждение, очевидно, правильное. Мы это чуть раньше сказали. Третье читаем. Если в гости Ксении приходит подружка Катя, то Ксения играет с ней в шахматы. Ну, это, конечно, так. Это относится к любой подружке и к Кате тоже. Катя одна из них, это частный случай утверждения, которое было в условии задачи. И четвертое. Если подружка не пришла в гости, то Ксения не играет в шахматы. Ну, а здесь, конечно, надо пояснить нашим учащимся, да, что это не так. Это может быть и не так, а может быть и так. То есть это неверное утверждение. Почему? Потому что в условии задачи говорится только о том, о поведении Ксении, когда к ней приходит кто-то в гости. А когда к ней кто-то не приходит в гости, она, конечно, тоже может, вообще говоря, играть в шахматы. Заниматься тем, чем ей нравится. Поэтому это утверждение, конечно, не имеет. Так, двигаемся дальше. Дальше. Задача шестая. На кронштейне развешано 46 костей. Из них 22 с пуговицами, а 16 с молнией. 22 с пуговицами, а 16 с молнией. Ну, а дальше опять утверждение. Когда мы обсуждаем или осмысливаем, если не вслух, то про себя думаем, неважно. Мы вот читаем задачу. Когда мы говорим о том, что 22 костюма с пуговицами, мы утверждаем что-либо о том, с молниями они при этом, или без молнии. Мы утверждаем что-нибудь о тех 16 костюмах, которые знаем ли мы, что ли. О тех костюмах 16, которые с молниями. С пуговицами они или нет. В условии задачи об этом речи нет. И мы это тоже, конечно, держим в голове. Итак, после некоего анализа, естественно, начинаем отвечать на вопросы. Первый вопрос. На кронштейне найдется 23 костюма с пуговицами и молниями одновременно. Ну, поскольку всего 22 костюма с пуговицами, всего их 22, то 23 уже никак не найдется костюма с пуговицами. Поэтому это утверждение, очевидно, не верно. Вот, это написано. На кронштейне найдется 8 костюмов без пуговиц и без молнии. Ну, давайте думаем. Всего костюмов 46. Из них 22 с пуговицами, а 16 с молниями. Если мы даже предположим, что все вот эти 22 костюма с пуговицами без молний, а все вот эти 16 костюмов без пуговиц, да, то тогда у нас что получится? Получится, что 46 минус 22 и минус 16 – это 8. То есть 8 костюмов и без пуговиц, и без молний – это самое маленькое, что может оказаться. Да, это может случиться. Теперь, на кронштейне не может оказаться более 16 костюмов с пуговицами и молниями одновременно. Ну, это так, это точно так же, как мы рассуждали про второй пункт. Нет, не про второй. Так, не совсем про второй, да. Значит, 16 костюмов с молниями больше не может оказаться, да. Больше не может. То есть это верное утверждение. Ну, и четвертое неверное утверждение – если он с молниями, то он без пуговиц. Об этом мы говорили про то, что костюм с молниями, с пуговицами или без пуговиц, а то, что костюм с пуговицами, с молниями он или без, мы не знаем. Поэтому это неверное утверждение. Вот такая задача. Переходим к следующей задаче. Итак, по математике самый низкий балл – 66, средний балл – 75, и дальше мы… да, и 4 предмета. Итак, начинаем рассуждать. Обозначим. И неизвестные нам баллы по трем предметам, оставшимся из четырех – N1, N2 и N3. Значит, по математике 66, N1, N2 и N3 по оставшимся трем предметам баллы. Нам известно, что по четырем предметам ученик получил 75 средний балл. Поэтому вот такое вот равенство верно. То есть мы находим сумму, делим на 4, среднее арифметическое равно 75. Откуда сумма трех неизвестных нам слагаемых? Легко находится. Вот она равна, да? 4 умножаем на 75 и вычитаем 66. Получаем 234. Итак, у нас вот такое число получилось. Итак, средний балл по трем экзаменам, кроме математики, равен 78. Находим средний балл, он равен 78. Значит, это верное утверждение. Теперь второй. Минимальный балл по-любому из трех предметов, не считая математики, больше 75. Ну, здесь мы приводим просто пример и показываем, что это не так. Можно предложить такой набор баллов, чтобы минимальный балл был меньше 75. Вот 70 здесь. И средний балл при этом равен 75. Итак, второе утверждение неверное. Находим следующее утверждение. Третье. Ни по одному предмету выпускник не получил 100 баллов. Приводим снова пример. Набор баллов. Даем такой. Ну, находим. Конечно, придется повозиться. Конечно, надо подбирать. Это не так, что сразу, мгновенно получили. Но поскольку у нас с вами вебинар, то, понятно, я даю уже готовый ответ. Вы смогли бы этот набор и сами. В принципе, и другой тоже набор, наверное. Вот. Я взяла вот такой набор баллов. При этом там есть 66 баллов и 100 баллов. И среднее арифметическое равно 75 баллов. Ну, и, наконец, четвертое утверждение. По какому-то предмету выпускник получил больше 76 баллов. Ну, понятно, что это верное утверждение. Потому что если у нас есть 66 баллов по математике и 75 средний балл, то, очевидно, должен быть больше, чтобы компенсировать. Иначе бы средний балл оказался меньше 75. Поэтому ответ первое и четвертое утверждение. Если здесь вопросов нет, то я перехожу к следующей задаче. Итак, следующая задача. Какие из приведенных ниже утверждений равносильно утверждению? Если вы слон, значит, вы ничего не забываете. Ну, известно, да, что память слона хорошая. Вот утверждение пронумерованной циферками слева от единицы до четырех. И ответ опять записываем так же, как и всегда. Итак, еще раз условие. Если вы слон, значит, вы ничего не забываете. Ну, я вот написала, что это равносильно... Если вы слон, значит, вы ничего не забываете. Вот это утверждение равносильно тому, что слон ничего не забывает. Ну, это так. Вот. Ну, и теперь первое. Если вы ничего не забываете, значит, вы слон. Это неверно, правда? Потому что, ну, не только же слоны ничего не забывают. Слон, да. О слоне утверждается. Но ни о ком другом, среди других существ тоже могут быть те, кто ничего не забывает. Поэтому нет неравносимы. Второе утверждение. Если вы не слон, значит, вы все забываете. Но это тоже не так. Да? Не так в том смысле, что неравносильно. Если вы слон, значит, вы ничего не забываете. Вот. Если вы не слон, а у вас ничего не сказано в условии задачи, значит, и утверждать ничего нельзя, значит, не слоне ничего не утверждается, значит, неравносимы. Аналогично третье утверждение. Если вы не слон, значит, вы что-то забываете. Тоже неизвестно совершенно. Может быть, ничего не забываем. Может быть, все забываем. Может быть, что-то забываем. Мы не знаем, не утверждается. О не слоне не утверждается. И, наконец, четвертое. Слон ничего не забывает. Если вы что-то забываете, значит, вы не слон. Поскольку слон ничего не забывает, а вы что-то забываете, значит, вы не слон. Это правда. То есть равносильно. Итак, вот у нас получается только четвертое здесь правильно. Двигаемся дальше. Снова застопорилась у меня. Грузится, да? Лариса, опять мне нужна ваша помощь. Слайды движутся. У меня нет картинки. Обновите страничку. Меня просит перезагрузить слайд. Давайте перезагрузимся. Нажмите на F5, пожалуйста. И снова запустите презентацию. Материалы. Так, материалы. Материалы. Дважды щелчком по презентации, да? И найдите нужный слайд. Лучше ли стать указателем на клавиатуре? Уважаемые участники, если у кого-то тоже подзависло, обновите страничку с помощью клавиши F5 или значка в виде полукруга со стрелкой в левом верхнем углу экрана. Должно помочь. Ну вот мы видим сейчас задача 7 листается. Далее слайды. Вот задача 8, 9. Ну, на ней мы остановимся. Спасибо. Двигаемся дальше. Так, в 2017 году в городе Ирн цена на молоко повысилась на 6% по сравнению с 2016 годом. А в 2018 году повысилась на 7% по сравнению с 2017 годом. Какие из приведенных ниже утверждений следуют из этих данных? Ну, давайте посмотрим. Первое утверждение. В 2019 году цена на молоко повысится примерно на 10% по сравнению с 2018 годом. Ну, очевидно, что ниоткуда это не следует, правда, потому что все непредсказуемо в нашей жизни. Второе утверждение. В 2019 году рост цены должен прекратиться. И снова мы об этом, этого утверждать не можем, потому что в данных условиях, в условиях задачи, в данных, приведенных в условиях, ничего об этом не говорится. Третье смотрим. За два года цена выросла на 14% по сравнению с 2016 годом. Ну, здесь мы просто честно считаем. Вот, давайте посмотрим. В 2017 на 6% поднялась, да, цена. Так, а я прошу прощения. Давайте будем считать. Как-то я поменяла, видно, потом условия. Вот здесь должно быть 5%, вот здесь, смотрите, 5%. Потому что я считала с 5%. Походу меняла условия, поэтому так получилось. Значит, вот здесь вместо 6, 5. Итак, значит, с 2012 года первый раз на 5%, второй раз на 7% поднялась. То есть 1,05 умножаем на 1,07 и получаем число вот это, да, 1,342 тысячные. И вот во столько раз увеличилась цена. То есть это 13,42%. Утверждается, что за два года цена выросла на 14%. Мы посчитали, это не так. Ну, и четвертое утверждение, ни одно из предложенных не следует. Ну, это правда. Ни одно из тех, которые мы рассмотрели, не следует из условия задачи. Я еще раз напоминаю, что вот здесь 5 должно быть, 5%. Можно поставить 6, тогда вот здесь надо 6, и тут другое число будет, тогда все равно 14 не получится. Следующая задача. Прямоугольник разбит на 4 меньших прямоугольника двумя прямолинейными разрезами. И даны периметры трех из них, начиная с левого верхнего и далее по часовой стрелке. Эти периметры и картинка тоже предлагается, да, в условии задачи. И на картинке я единственное, что внесла, это буковки А, В, С и Д, это буковки, которые я внесла. А все остальное это в условии задачи. Значит, 28 периметр вот этого прямоугольника, 24 и 16 видно это. Нас интересует периметр нижнего левого прямоугольника. Понятно, что его периметр, чтобы найти, нужно найти 2 умножить на А плюс С, да. А, это сторона С, ну и удвоенная сумма А плюс С. Вот я это написала здесь. И теперь данные задачи свожу в систему. Значит, сумма В плюс С это половина периметра, 14 вот записано. Сумма В плюс Д это половина периметра вот этого прямоугольника, то есть 12. И сумма А плюс Д это половина периметра правого нижнего. То есть вот у нас получилась эта система. Ну, складываем почленно левые части и правые части. Вот у нас что получается. Здесь 2 Б, 2 Д и А плюс С. Двойку я вынесла за скобки. 2 Б плюс Д получилось, плюс А плюс С. И равно это, ну, 20 плюс 14, 34. Простенькая системка линейных уравнений. И теперь мы А плюс С выражаем отсюда. Отсюда мы находим периметр этого прямоугольника нижнего правого, нижнего левого. Здесь вопросов нет. Пожалуйста, данные задачи, условия. Так, я боюсь возвращаться к предыдущему слайду. Ну, может быть, своими словами повторите, здесь просят. Да, прямоугольник разрезан двумя отрезками вертикальным и горизонтальным на 4 прямоугольника. Это периметры даны, начиная с левого, верхнего и по часовой стрелке. Они даны. Найти периметр оставшегося прямоугольника. Есть? Условия понятны? Ага, хорошо. Так, периметр Б и Д. Б и С 28, 14. Б и Д 24, 12. А и Д 16. Нет, у меня правильно, по-моему. По-моему, у меня правильно. Почему? Почему 10, не поняла. Посмотрите, пожалуйста. Я не вижу у себя ошибки. Давайте посмотрим. Может быть, я что-то неправильно посчитала. Смотрите. А, Б плюс С – это 14. Вот у меня записано 14. Б плюс Д – 12. Это у меня тоже записано. А плюс Д – 8. Половинки я взяла периметра. Можно было удвоенные, но я их сразу на два разделила. А потом почленно складываю. Если я не допустила арифметической ошибки, то А плюс периметр вот этого прямоугольника равен 12. Ну, посмотрим. Так. Можно проще, наверное. Переходим к следующей задаче. Ну, я смотрю, что… Разные, да? Пишут на строке А плюс С ошибка. Ну, возможно. Но вы понимаете, что… Вы понимаете, что это… Если арифметическая ошибка, я соглашусь. Но потом посмотрим. Не будем сейчас тратить на это время. Про натуральные числа А, В и С известно, что они больше 6, но меньше 9. Загадали натуральное число, затем его умножили на А, потом прибавили к полученному произведению В и вычли С. Получилось число 258. Какое число было загадано? Итак, натуральные числа А, В и С. Больше 6, но меньше 9. Значит, они могут принимать значение 7 и 8. Да? Теперь натуральное число загадали какое-то, умножили на А, потом к полученному числу прибавили В, и потом из полученного числа вычли С. В результате имеем число 258. спрашивается, какое число было загадано? Ну, ввожу буковку Н, загаданное число, пусть Н. То, что А, В и С могут принимать значение 7 и 8, мы об этом сказали. Что может оказаться? Может оказаться, что В и С равны. То есть вот это вот условие задачи, да? Умножили Н на А, прибавили В, вычли С, получилось 258. В и С могут принимать значение либо 7, либо 8, в разных вариантах могут быть равны, а могут быть не равны. Итак, первый случай, пусть они равны. В и С. Либо оба 7, либо оба 8. Безразлично. Тогда вот эта разность равна нулю. В минус С равно нулю. И тогда А, Н равно 258. Ну, 258, А же тоже может принимать значение, либо 7, либо 8. Проверяем, может ли такое быть. Ну, я не стала писать, что 258 не делится ни на 7, ни на 8. Я просто разложила, поделила, и понятно осталось 50. Итак, этот случай нас не устраивает, потому что не делится на целое 258, ни на 7, ни на 8. Итак, В не равно С. Вот это второй случай. Тогда в зависимости от того, что больше В или С, может получиться либо плюс 1, либо минус 1. Ну, вот здесь. Если В 8, А, С 7, то получается единица. А если В 7, А, С 8, то получается минус 1. Тогда, если перенести либо плюс 1, либо минус 1 вправо, то вот такое равенство получится. Ну, и в зависимости от того, В минус С минус 1 или В минус С плюс 1, рассмотрим два случая. Пусть В минус С минус 1, тогда получится А, Н это 259. Вот 259, обратите внимание, на 7 делится. Значит, возможно, да? Или если бы минус 7 равно единице, то понятно, что это же число не будет делиться ни на 8, ни на 7. Вот и у нас ответ 37. Получается, что загадали ему число 37. Так? Вопросы? Можно дальше двигаться? Просто я потом уже не смогу назад вернуться. У меня зависает. Трудно слайд будет лиснуть назад. Так, ну, двигаюсь дальше. Переходим к задачам. Переходим к задачам 19. Ну, собственно, мы уже несколько их решили, но вот ищу. Найдите четырехзначное число, кратное 97, произведение цифр которого равно 24. Ну, и в ответе просят указать наименьшее такое число. Итак, четырехзначное число делится на 97. А произведение его цифр равно 24. Ну, давайте начнем с 24. Разложим это число на простые множители. Вот как это выглядит. Это 8 умножить на 3, 2 в кубе это умножить на 3. Итак, разложение числа 24 на простые множители. Будем составлять теперь четырехзначные числа, произведение цифр которых равно 24. И оно делится, это число, и оно должно делиться на 97. Будем начинать, конечно, поскольку нас просят наименьшее такое число указать, то будем, конечно, начинать с таких чисел, старшие разряда которых равно 1. Итак, начинаем. Значит, что у нас получается. Вот варианты. Первые старшие разряды, точнее, единицы, а 3х8 это 24, 4х6 это 24, 6 умножить на 4, 24, и 8 умножить на 3, 24. Других вариантов нет. Итак, из этих чисел мы ищем среди этих чисел число, которое делится на 97. Ну, и при этом наименьшее. Если их несколько, то мы выбираем наименьшее. Требованием задачи удовлетворяет вот это число, 1164. Ну, здесь нужно, конечно, просто честно разделить и убедиться, делиться, не делиться. 97, кстати, простое число, его нельзя разложить на множители, простые, отличные. Ну, то есть на простые множители нельзя. Единица не простое число, то есть она не раскладывается на простые множители. Вот и все. Ответ 1164. Может быть, может быть, я не утверждаю, что это единственный способ решения. Пожалуйста, вы можете, если вам кажется легче, вы можете иначе решать. Пожалуйста, конечно. Так, переходим к следующей задаче. Найдите четырехзначное число, которое в 6 раз меньше четвертой степени некоторого натурального числа. Вот видите, укажите одно какое-нибудь такое число. Вы понимаете, да, что задачи эти все из открытого банка. То есть мы готовимся к базовому ЕГЭ, поэтому прототипы все оттуда. Откуда эти задачи? Оттуда. Итак, найдите четырехзначное число, которое в 6 раз меньше четвертой степени некоторого натурального числа. Запишем натуральное число. Вот я его обозначила А, Б, Ц, Д. И оно в 6 раз меньше четвертой степени некоторого числа. Н – это вот то самое некоторое число. Понятно, что натуральное число А, Б, Ц, Д, значит, Н в четвертой степени делится нацело на 6. Вот я написала эту фразу. Н в четвертой делится на 6. Следовательно, Н кратно 6, и вот это написано тоже, Н равно 6К. К – тоже натуральное число. Значит, когда мы разделим 6 в четвертой степени К в четвертой на 6, понятно, что мы получим 216, да? Третья степень шестерки – это 216, К в четвертой. Ну, а дальше проверяем. А дальше проверяем. Значит, при К равном единице у нас получается 216. 216 – это трехзначное число. Нас оно не устраивает, потому что натуральное число четырехзначное. При К равном двойке получаем 216 умножить на 2 в четвертой, то есть на 16, ну, честно умножили, у нас получилось четырехзначное число. А если К равно 3, ну, или даже больше, то у нас уже получили… То есть даже при К равном 3, а тем более при К больше 3, у нас получаются уже пятизначные и далее еще более значные числа. Таким образом, в ответе число 3456. Вопросы? Двигаемся дальше. Следующее число. Найдите трехзначное… Следующая задача. Найдите трехзначное натуральное число, которое при делении и на 4, и на 7, и на 8 дает в остатке 2. И все цифры записи, которые вы чертите. Ну, в ответе укажите одно какое-нибудь такое число. Я в ответе указываю несколько чисел, то есть на самом деле все такие числа, которые удовлетворяют условию задачи, потому что дети могут решать по-разному, у детей может получиться одно из этих чисел, и поэтому любое из них дает правильный ответ. Они приводят в ответе одно число. Мы приводим здесь все числа. Итак, еще раз. Мы ищем трехзначное натуральное число, которое при делении на 4, на 7, на 8 дает один и тот же остаток 2, и которое записывается четными цифрами, с помощью четных цифр. Ну, давайте посмотрим. Раз число делится и на 4, и на 7, и на 8, то оно, конечно, делится на 56. И вот в остатке дает 2 при делении на 56. Вот это записано жирным курсивом. n равно 56k плюс 2. При этом n – трехзначное число, поэтому мы подбираем k такие, чтобы получалось трехзначное число. Если k равно 1, мы видим, то получается 58. У нас это число не устраивает, значит, k не равен. Ну, а начиная с 2, уже получаются трехзначные числа и до 17. Вот я написала, что если на 18 умножить, то уже получается четырехзначное число. Итак, k у нас от 2 до 17. Ну, самый плохой вариант, конечно, это все в лоб перебирать. Их не так уж много, можно и перебрать. Ну, смотрим. При k равном 2 и 3 у нас получаются единицы, ну, то есть 100 с чем-то. То есть нечетные цифры записи. И нарушаются требования условия задачи. При k равном 4 и 5 у нас получаются правильные. И когда мы начинаем перебирать, то еще мы, на самом деле, мы быстро довольно перебираем, потому что там нечетные встречаются и видно, как они устроены. Ну, и еще одно число получается, это для учителей уже дети. Дети-то могут остановиться вот на четверке, в принципе, этого достаточно. Но мы перебираем все, и у нас получается еще одно число 842. Вопросы? Значит, ну, тут понятно, почему 56, почему на 4 не надо уже умножать, потому что 8 кратно 4, поэтому понятно, что если число делится на 8, то на 4 оно тоже делится. Поэтому 56k плюс 2. Нет вопросов? Двигаемся дальше. Следующая задача. Вычеркните вот в этом числе три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 36. Ну, и в ответе тоже просят указать ровно одно получившееся число. Так, значит, смотрим на это число. Вот оно число. Оно оканчивается семеркой, а нам нужно, чтобы число оканчивалось на 36. Сразу мы понимаем, что семерку надо вычеркивать, потому что нечетная цифра. Итак, это понятно сразу, да? И теперь, раз это число делится на 36, это тоже сразу понятно, то оно делится и на 4, и на 9. А раз оно делится и на 4, и на 9, значит, мы вспоминаем признаки делимости. Ну, вот я выделила ярким цветом признак делимости на 4. Это значит, что число, образованное последними цифрами этого числа, делится на 4. Итак, семерку мы вычеркнули. И у нас получилось вот такое число. Это число теперь мы перебираем. Значит, нам нужно, пока исследуем только с 4. Я про 9, про признак делимости на 9, пока забыла. Только 4. Итак, смотрю на 68. Может оканчивается это число? Да, потому что 68 на 4 делится. Теперь, если я уберу восьмерку, 26 не может, потому что не делится 26 на 4. Ну, и таким образом я перебираю так, чтобы число оканчивалось, две последние цифры этого числа, число оканчивалось на такие две цифры последние, да, и эти две последние цифры составляют число, которое делится на 4. И вот мы перебираем эти возможности, какие могут быть. Если, например, предположить, что я буду 36, вот 36 тоже делится на 4, но тогда я должна помимо семерки, которую мы уже вычеркнули, вычеркнуть восьмерку, двойку и девятку. А нам всего три цифры надо вычеркнуть. То есть так много я не могу вычеркнуть. Итак, это может быть 68, я могу шестерку вычеркнуть, 28, да, я могу шестерку и восьмерку вычеркнуть и получу 96, или вычеркнуть, 92, то есть, и могу вычеркнуть двойку и восьмерку и получить 96. Вот такие возможности. Ну, перепроверьте, пожалуйста. То есть тут просто анализ ситуации получается. Какие еще две цифры надо вычеркнуть, чтобы оканчивалось двумя последними цифрами число, которое делится на 4. Получалось. Ну, двигаемся дальше. Теперь я исследую те числа, которые у меня получились. Ну, вот эти возможности 68, 28, 92 и 96. Просто вот эти все четыре возможности исследуем. Итак, мы вычеркнули семерку. Теперь переходим к признаку делимости на 9. Сумма цифр должна делиться на 9. Мы помним, да, признак делимости. Я его тут уже не записала. Ну, считаем сумму цифр этого числа. Она равна 34. Ну, вы можете пересчитать. Я могла ошибиться, конечно, но будем надеяться, что нет. Итак, сумма цифр равна 34. А сумма цифр искомого числа должна делиться на 9. Значит, нужно вычеркнуть две цифры. Семерку мы уже вычеркнули. Еще две цифры, чтобы сумма делилась на 9. Значит, что мы можем? Из 34 мы можем вычесть 7, да? Или 16. Если мы вычтем 7, то получится 27. А если мы вычтем 16, то получится 18. И то, и другое, и та, и другая сумма делится на 9. Значит, что тогда у нас получится? Чтобы 7 получилось, нужно 5 и 2. Чтобы 16, такой возможности нет. Итак, мы вычеркиваем пятерку и двойку. Вот получившееся число удовлетворяет тем условиям, которые в условии задачи. Простите, условия условий. Вот. Оно делится и на 4, и на 9, то есть на 36. И вычеркнули три цифры. Теперь смотрим на следующее число. Вычеркнули уже теперь шестерку и семерку, если оно оканчивается 28. Считаем сумму цифр, 28. Значит, вычеркнуть мы можем единицу, да? Чтобы оно делилось на 9. Получим 27. Вот получаем такое число. И точно так же мы действуем дальше. Здесь мы вычеркиваем, получается уже три цифры. Считаем сумму цифр. Она не делится на 9, значит, нас это не устраивает. То же самое в четвертом случае. Мы вычеркиваем двойку, семерку и восьмерку. Получается на 96 оно оканчивается. Сумма цифр снова не делится. Таким образом, получили вот такие два числа, которые и идут в ответ. Вопросы, пожалуйста. Ну, вот я смотрю, что кто-то пишет, что признаков нет делимости ни на 7, ни на 11, ни на 4. Значит, наверное, если нет таких признаков, значит, иначе чуть-чуть рассуждайте по тем знаниям, которые есть у ваших учащихся. Но если вы им дополнительно скажете, это не так уж трудно. Вообще признаки делимости, мне кажется, что надо знать все эти и на 7, ни на 11 тоже. Так, ну, поехали дальше. Следующая задача. Четырехзначное число А состоит из цифр 1, 2, 7 и 8. А четырехзначное число Б из цифр 3, 4, 5, 6. Известно, что Б в два раза больше А. Б равно 2А. Просят найти число А. Ну, и чтобы меньше вариантов было, в ответе просят указать одно какое-нибудь число, которое больше 4000. Итак, нам даны два числа А и Б. Они оба четырехзначные. И какие цифры содержат эти числа, да, составленные из каких цифр эти числа, нам тоже известно по условию задачи. Повторяем. А из цифр 1, 2, 7, 8. Б из цифр 3, 4, 5, 6. Б в два раза больше А. Число, нас просят, удовлетворяющее этим условием, больше 4000. Ну, вот я ввожу обозначение. Б – это А, Б, Ц, Д. И по условию Б в два раза больше А. Б состоит из цифр 3, 4, 5, 6. Б состоит из цифр 3, 4, 5, 6. Раз оно в два раза больше А, Б, значит, оно четное. Это первый вывод, который мы делаем из условий задачи. А раз оно четное, то оканчиваться оно может либо на 4, либо на 6, потому что Б состоит из двух нечетных и двух четных цифр. Либо 4, четверка оканчивается, либо шестерка. Вот эти возможные варианты. И мы их сейчас будем анализировать. Итак, предположим, ну или так, первый случай. Рассмотрим первый случай. Пусть Б заканчивается четверкой. Второй случай будет Б заканчивается шестеркой. Итак, последняя цифра четверка. Теперь переходим к А. Чем может оканчиваться А, чтобы четверка здесь была? Либо двойкой. Либо, если это 14, да, то семерка. 7 умножить на 2, 14. И тоже четверка оканчивается. Итак, А может быть вот таким, либо таким образом оканчивается. Теперь анализируем. Если Х больше четверки, то есть 5, 6, 7, 8, 9, да, то понятно, что когда АХ у нас, это первая, самая старшая цифра А, да. Самая старшая цифра А, то есть А больше, чем вот это число. Тогда Б пятизначен. Значит, Х не может быть больше четверки, то есть меньше, либо равно 4. Но А у нас в записи А меньше 4, меньше, либо равное 4, только 1 и 2. Поэтому Х может быть либо единицей, либо двойкой. С этим разобрались? Итак, первая цифра числа А может, если Б оканчивается четверкой, то первая цифра числа А либо единицей, либо двойкой. Условие переписала, чтобы оно у вас перед глазами было на всякий пожарный. Теперь, если Х единица и если Х двойкой, то исследуем эти два случая. Итак, А, Х равен единице, старшая цифра единица. Тогда А может выглядеть либо так, либо так. Ну, оканчивается либо двойкой, либо семеркой. Но если мы число даже 1800 с чем-то умножим на 2, то получим 3600 с чем-то, ну или, ну, все равно меньше 4000. В любом случае, это число меньше 4000. То есть единицы, а старшая цифра числа А единицы быть не может. Потому что условие задачи нарушается. Тогда Х равно 2. Если 2, то оно не может уже двойкой оканчиваться. Двойка у нас теперь вот здесь. Старшая цифра. Но не цифра единицы теперь. Значит, она оканчивается семянкой. Теперь давайте посмотрим. Если бы вот эта цифра десятков у числа А была восьмерка, то тогда что у нас получается? У нас получается, что это число Б состоит не из тех цифр, которые даны в условии. Это мы видим. Ну, значит, У у нас равно восьмерке. З не равно восьмерке. А У равно восьмерке. Значит, А вот такое число. А Б вот такое число. И теперь мы то же самое проделываем со вторым случаем. Если Б оканчивается шестеркой, то тогда шестерка, делим ее, не ее делим на 2, а в 2 раза меньше, да, может оканчиваться тройкой, но тройки нет в цифрах А. Или восьмерка, шестнадцать, значит, это восьмерка. Вот А такое. Ну, и тогда варианты для А мы вот такие находим. Тогда для А возможны Е варианты. Вот такие числа удовлетворяют условию задачи. Вопросы? Пожалуйста, вопросы. Следующая задача. Клетки таблицы 5 на 8 раскрашены в черные и белые цвета так, что получилось 20 пар соседних клеток разного цвета и 14 пар соседних клеток черного цвета. Ну, и сказано, что такое соседние клетки. Клетки соседние, если у них общая сторона. То есть, если общая вершина, то они не соседние, да. Вот смотрите. Значит, что у нас получается? Клетки могут быть разными. То есть, в том смысле, что соседи у них разное количество. Вот я беру угловую клетку. Угловых клеток 4, да, у нас. Вот я взяла угловую клетку. У нее вот этот один сосед слева горизонтальный и второй сосед сверху. Вот этот сосед, с которым у нее, у этой клетки одна общая точка, конечно, то есть он не сосед. Клетка, с которой у угловой клетки одна общая точка, не сосед. По условию задачи. Клетки считаются соседними, если у них есть общая сторона. Итак, это угловая клетка. Теперь клетка, которая, ну, крайняя назовем ее, да, прилегает к границе тоски или таблицы. Значит, вот я ее обозначила бирюзовым цветом. У нее сколько соседей? Мы видим, что три. Слева, справа и снизу. И, наконец, есть внутренняя клетка. Ну, она не одна, конечно, но различаются клетки, да. Вот угловая, крайняя называю их, и внутренняя. У внутренней клетки четыре соседа. Все, других клеток нет. Других клеток нет. Итак, мы поняли. Еще раз читаем условия задачи. Клетки таблицы раскрашены в черный и белый цвета. При этом 20 пар соседних клеток разного цвета и 14 пар соседних клеток черного цвета. Сколько пар клеток белого цвета? Сколько пар соседних клеток белого цвета? Ну вот, я тут выделила опять цветами, чтобы все было понятно. Угловые зелененькие у меня, коричневенькие крайние, чтобы мы их считали. И внутренние вот эти вот, которые других цветов. Итак, зеленые клетки угловые имеют по два соседа. Всего пар 8. Коричневые клетки имеют по три соседа. Ну, давайте считать эти клетки. Вот тут 3 и тут 6. Всего 9. И умножаем на 2, 18. Значит, таких клеток 18, а пар умножаем на 3, 54. У остальных клеток по 4 соседа. Давайте их считать. Значит, здесь в ряду 8, минус 2, значит 6. И тут 3. Да? 6 на 3, 18. Итак, у остальных 18 клеток по 4 соседа. Умножаем на 4, то есть пар 72. Складываем все пары 8, 54 и 72. Получаем 134 пары. Но мы должны учесть, что каждую пару мы взяли дважды. То есть у зеленой клетки коричневый сосед, а у коричневой зеленый. Мы два раза посчитали соседей. То есть в два раза меньше на самом деле соседей получается. Итак, различные, значит, в два раза меньше это 67. При этом сколько пар белого цвета мы считаем? Из этого количества мы считаем 20 пар разного цвета и 14 пар соседей черного цвета. Вот вычли и получили 33 пара. Здесь вопросы. Пожалуйста, кому что непонятно. Нет вопросов. Двигаемся дальше. Следующая задача. На прилавке цветочного магазина стоят 3 вазы с розами. Красная, белая и желтая. Слева от желтой вазы 17 роз. Справа от белой вазы 13 роз. Всего в вазах 27 роз. Сколько роз в красной вазе? Итак, 3 вазы. Слева от желтой 17. Справа от белой 13. Всего 27. Сколько роз в красной вазе? Ну, давайте вот о чем сначала подумаем. Может ли так случиться, что слева от желтой одна ваза? Предположим, что это так. Тогда слева от желтой 17 роз. По условию задачи. Слева от желтой 17 роз. Слева от желтой 17 роз. Справа от белой 13 роз. Но справа от белой тогда 10 роз. Всего же 27. Нарушается это условие. И может такого быть. Итак, случай, когда слева от желтой одна не реализуется. То же самое. Давайте предположим, что справа от белой одна ваза. Если справа от белой одна ваза и там 13 роз. Значит, слева от желтой по условию 17. Всего получается 30. Тоже не может быть. Итак, мы с вами делаем вывод, что слева от желтой вазы и справа от белой вазы две вазы. Вот это первое, о чем мы с вами догадались. Теперь двигаемся дальше. Ну вот. Нарисовали такую картинку. Слева от желтой две вазы. Справа от белой тоже две вазы. Ну и теперь по условию задачи. Желтых роз. 27 минус 17. То есть 10. Красных роз. 13 минус 10. То есть 3 розы. Вот такая задача. Здесь вопросы. Пожалуйста. Следующая задача. Средняя арифметическая девяти различных натуральных чисел равно 13. Средняя арифметическая этих чисел и десятого числа равно 14. Найти десятое число. Вводим обозначение. А один тире а девять это первые девять чисел. А десять это десятое число. Средняя арифметическая девяти дано равно 13. А десяти четырнадцати. Вот мы формально это записали по определению среднего арифметического. Ну а дальше счет. Из первого равенства мы выражаем сумму первых девяти. Из второго сумму десяти. И подставляем во второе сумму девяти. Находим таким образом десятое число. Здесь все просто. Вопросы? Осталось несколько задач. Мы уже близки к завершению. Следующая задача. Три луча, выходящие из одной точки, разбивают плоскость на три разных угла. Измеряем их целым числом градусов. Наибольший угол в три раза больше наименьшего. Сколько значений может принимать величина среднего угла? Итак, значит, три луча разбивают плоскость на три угла, которые измеряются целым числом градусов. Три угла у нас получается. Мы назовем наименьший угол альфа, средний угол бета, а самый большой угол три альфа. Потому что сказано, что наибольший в три раза больше наименьшего. Итак, сумма всех трех углов 360 градусов. Выражаем отсюда средний угол. Честным образом у нас получается 360 градусов минус 4 бета. И подставляем его, поскольку он средний, то выполняется вот это неравенство. То есть двойное неравенство, вот оно записано. Я его переписала еще раз, это двойное неравенство. И теперь разрываю его в систему. Честно, тоже. 360 минус 4 альфа меньше трех альфа, нижнее. И второе неравенство 360 минус 4 альфа больше альфа. Ну и вот, что у нас получается в итоге. В итоге у нас получается, что 5 альфа из первого меньше 360, а 7 альфа больше 360 градусов. Отсюда бета у нас получается заключено между вот этими двумя значениями. 51 и 3 седьмых градуса и 72 градуса. Вот что у нас получается. Таким образом угол бета мы будем сейчас искать. Он измеряется целым числом градусов. Значит, может принимать значения, начиная от 52 и заканчивая 71 градусом. Ну и дальше считаем, сколько таких значений. Понятно, что их 20. Здесь вопросы. Следующая задача. Из 8 стран 3 подписали договор о дружбе ровно с тремя другими странами, а каждая из оставшихся 5 ровно с 5. Сколько всего было подписано договором? Ну вот первые 3 страны берем. Каждая из них поставила ровно 3 подписи, значит всего 9 подписей. Оставшиеся 5 стран поставили, поскольку ровно с 5, то каждые 5 подписей. Всего 25 подписей. Таким образом получается, что всего подписей 34. Ну складываем 25 и 9. Но эти подписи, да, под каждым же договором 2 подписи, значит договоров в 2 раза меньше. Поэтому договоров всего 17. Вопросы? Так. И последнее, похоже. По-моему, последняя задача или предпоследняя посмотрим сейчас. Вадим меняет маленькие фишки на большие. За один обмен он получает 2 большие фишки, отдав 7 маленьких. До обменов у Вадима было 100 фишек разных, да, разного достоинства и большие и маленькие. А после обмена стало 70. То есть на 30 уменьшилось. Сколько обменов он совершил? Итак, было 100 фишек, стало 70. За один обмен 2 большие фишки получает, а отдает 7 маленьких. Сколько обменов он совершил? Ну, давайте начнем с фишек. Отдает 7 маленьких, получает 2 большие. Значит, за один обмен у него число фишек уменьшается на 5 штук. А количество обменов, как мы узнаем, мы вычтем из 170. То есть мы знаем, что у него на 30 фишек уменьшилось. Сколько раз по 5 штук получается? 36 штук. 6 раз. Значит, обменов было 6. Итак, 6 обменов пришлось ему совершить при данном условии задачи. Ага, и еще одна задача. Вот это последняя задача у меня. Итак, Маша и Медведь съели 119 печенья и банку варенья, начав и закончив одновременно. Сначала Маша ела варенье, Медведь, печенье, но в какой-то момент они поменялись. Медведь и то, и другой ест 4 раза быстрее Маша. Сколько печеньев съел Медведь, если варенье они съели порог? Итак, 119 печеньев и банка варенья. Скорость поедания у Миши, у Медведя в 4 раза больше. Варенье они съели одинаковое количество. Значит, нас интересует, сколько печеньев съел Медведь. Ну, давайте. Медведь ел варенье в 4 раза быстрее. Значит, Маша в 4 раза медленнее, да, то есть дольше. Тогда Медведь ел печенье в 4 раза дольше Маши и в 4 раза быстрее. То есть на одно съеденное Машей печенье приходится 16, 4х4 печенья, которые съел Медведь. Значит, таким образом в сумме вот Маша съедает одно, он 16, всего 17, да, печенья. И таких сумм в 119 печеньях получается делим 119 на 17, получаем 7. Маша съела 7 печенья, Медведь съел в 16 раз больше. Умножаем 7 на 16, получаем 112. Да, это задачи похожие на олимпиадные, но это 20 задачи уже. Мы к ним пришли плавно, постепенно и решили их несколько штук. Основные задачи, но это задачи, которые в открытом банке, это уровень сложности не превышает открытый банк. Поэтому вот такие задачи сегодня были подобраны. Ну и я хочу напомнить вам еще раз, Лариса говорила, да, о том, что вы можете приобрести 8 ноября с скидкой 30% нашей пособии. Я желаю вам здоровья, успехов в подготовке учащихся, берегите себя. Все на этом. Если есть вопросы, я отвечу.